итак мы начнем с самой популярной темы начнем со сладкого то что любят все и что так вредно после нашего сегодняшнего занятия у вас появится аллергия на сладкое итак начнем вот с чего все говорят что сахар вредно но настолько на насколько это вредно вряд ли вы знаете что если бы знали наверное никто бы к нему не прикасался бы никогда что нет в меде нет сахар меди сахар есть но в естественном виде нет он его нет в меди нет сахара потому что есть разные вещи как бы сахар это не совсем то что вы думаете то о чем я говорю это сахароза выделенная сахароза которая продается в магазине в виде белого сахара белая смерть да это химикат до сахароза содержащая в себе глюкозу и фруктозу в чистом синтезированном виде коричневый сахар который продается часто под видом он называется браун шуга коричневый сахар это та же самая сахароза политая сахарным сиропом и настоящему коричневому сахару нами не имеет никакого отношения это тот же самый белый сахар только который палит сверху роу шуга это об этом и дальше будет поговорить сырой сахар и гур об этом дальше мы будем говорить но не понял да он везде да он везде роу шуга везде но он не роу шуга это вот тот же самый белый сахар только политый коричневым сиропом сахарным сиропом а вот настоящий роу шуга называется гур на нем поговорим дальше а все остальное это обычный белый сахар синтетический продукт во всех конфетах во всех он просто в жутких количествах в этой банке кока-колы обычной красной банки не дает кок а это обычный кок красная банка 12 чайных ложек сахара поэтому кока-кола популярны там самый кокаин на самом деле чтобы вы знали о небольших количествах и плюс сахар и то и другое вызывает зависимость поэтому люди которые пьют кока-колу она пьют очень долго не предпочитая там кока-колу пепсико в разные такие они все примерно одинаково вот но у них вырабатывается зависимость я объясню почему то есть вот обычная кока-кола дает кок там вроде как бы нет сахаром там сахар заменители еще хуже да потому что вот этот аспартамы знаменитый со заменитель сахара он в 400 раз слаще сахара об этом мы дальше будем говорить в 400 раз слаще сахара но это вот это самое страшное что есть для человека это вот искусственные подсластители или искусственные сахара как их называют которые диабетиком продают там входят диабетические продукты дает кок там разные эти они кладут вот там аспартамы и ассиджи там разные есть но суть у них одна и та же это искусственные заменители сахара которые под аспартамы в 400 раз слаще сахара самая распространенная аспартамы и страшная вещь но в этом позже немножко начнем с менее страшных в меде находится сахар сахароза но в естественном виде в связанном виде поэтому она легко усваивается человек а вот но мы сейчас дойдем до этого давайте все по порядку вот этот белый сахар обычный белый сахар который вы кладете там куда-то в чай в кофе который без вас кладут во все в кетчуп его даже кладут в мясо его кладут его кладут везде везде где только можно и не может сахар есть везде почему обрушили сладкого вкуса не будет никто покупать не будет поэтому даже в хлеб кладут во все абсолютно во все даже в мясо сейчас повторяю умудряются добавляться сахар вот этот белый сахар он везде есть такое мнение в народе что сахар нужен для головного мозга мозг нуждается в сахаре такое есть мнение что сладкое нужно для умственной работы вот на самом деле все с точностью до наоборот сахар разрушает головной мозг он нарушает нейронные связи между клетками головного мозга представление он действует на мозг как как пена на огонь он подавляет работу головного мозга сахара поэтому замечено было что среди людей страдающих деменцией вы знаете что такое у нас были лекции на эту тему я рассказывал деменция это совокупность симптомов потери памяти концентрация старческий маразм он является деменция является следствием 250 заболеваний два основных это болезнь паркинсона и алтсхаймер деменция это не болезнь деменция это совокупность симптомов она вызывается двумя основными заболеваниями на которые приходится 95 процентов всех случаев деменции это алтсхаймер и паркинсон вот остальные 248 дают пять процентов только лишь на эту тему кого интересует у меня был целый цикл лекций здесь рассказывал очень интересно том как мозг работает как сознание работает как жизнь устроена как все вообще функционеры так вот сахар способствует появлению деменции он способствует возникновению болезни алтсхаймера и паркинсона как ни странно наоборот подавляет работу головного маска то есть если вы хотите ухудшить память ухудшить концентрацию ешьте больше сладкого под сладким я подразумеваю белый сахар и все что из него делается куда он добавляется он добавляется везде вот а там где его не добавляют там добавляют искусственные заменители которые еще хуже чем сахар это одна проблема принципе это уже достаточно но есть еще дело в том что сахар препятствует процессу восстановления клеток клетки находятся в постоянном движении они возникают умирают если что-то происходит они себя восстанавливать сами чинить от 3 до 30 тысяч операций проходит в каждой клетки ежесекундно представляете от 3 до 30 тысяч а этих клеток 100 триллионов кстати масштаб работы эта система никогда не ошибается что богом создана хотя одна клетка возьмем даже хотя бы три тысячи операций в секунду и умножьте на 100 триллионов можете себе представить эти цифры это невозможно представить это все что происходит в нашем организме и на организме ежесекундно и это никогда не ошибается что человеческий организм создан богом вредить ему только то что делает человек сам как правило из самых лучших побуждений сладкое нужно для памяти для работы мозга там и так далее так далее такой из предрассудов теперь есть еще один момент что мало того что сахар препятствует восстановлению клеток потому что они сами себя восстанавливают они сами себя чинят каждая клетка сама себя восстанавливать надо просто помочь и на этом на самом деле строится вообще процесс выздоровления человек когда клетка сама себя восстанавливать такой процесс глубины который лежит в основе вот регенерации человеческого организма в клетку заложен механизм самовосстановления но беда заключается в том что если человек ест сладкое сахар белый Белый сахар препятствует этому процессу. Процессы восстановления замедляются. А значит человек дольше болеет, тяжелее болеет, осложнений у него больше и так далее. То есть нарушается естественный процесс регенерации человеческого организма. Но это ладно, самое неприятное, особенно для девушек, человек начинает быстро стареть. Чем больше человек ест белого сахара, тем быстрее он стареет. Но это еще не все. Мы знаем, что человеческий организм состоит из клеток. Для жизни клеткам нужны две вещи. Кислород и глюкоза. Вот сахарозу наш организм перерабатывает в глюкозу. И глюкоза это то, что дает энергию клеткам. Источник энергии это глюкоза. Это очень сложный химический процесс, невероятно сложный. На него может уйти несколько месяцев его объяснение. Но в принципе сахароза перерабатывается в глюкозу. И глюкоза, которая находится уже внутри сахарозы, она как бы выделяется оттуда и используется человеческим организмом. Фруктозой посложнее, об этом я позже расскажу. Хотя сегодня очень популярна именно почему-то фруктоза. Это тоже очень опасная вещь для человеческого организма. Об этом дальше. Так вот, глюкоза идет на питание клеток. Они получают энергию от глюкозы. Но глюкоза является вторичным источником энергии для клеток. Основным источником энергии для клеток является кислород. Клеткам для жизни нужен кислород, потому что он окислитель, через него все процессы проходят. И глюкоза. Но основной это кислород. Поэтому без кислорода мы можем прожить 5 минут все, а потом умираем. Страшных судорог. Потому что все процессы жизнедеятельности организма без кислорода, они просто не могут происходить без окисления. Так вот, дело в том, что это касается нормальных, здоровых клеток. В каждом человеческом организме существуют раковые клетки. В каждом человеке есть раковые клетки. В каждом человеке есть рак. Вообще, у каждого здесь сидящего есть рак внутри. Только вы об этом не знаете никогда и не узнаете даже. Если не начнете лечить его. Ваш организм сам справляется. Вы даже знать не будете. Он появляется, он сам его исчезает, уничтожает. И так далее. А если нет рака, то человеческий организм сам вырабатывает 200 миллионов раковых клеток в день. Сам делает, мутирует обычные клетки, превращая их в раковые. 200 миллионов в день. Каждый день. Даже самый здоровый организм. Для чего? Для того, чтобы систему, иммунную систему держать в тонусе. То есть, что были образцы для Т-лимфоцитов, с кем нужно будет сражаться, если, не дай бог, они появятся на самом деле. Это как бы такие учебные мишени. Учебные мишени. Сам организм создает, чтобы в тонусе держать лимфатическую систему, как часть иммунной системы человека. Чтобы, когда появятся раковые клетки, Т-лимфоциты знали, что вот кого надо уничтожать. Так вот, раковые клетки отличаются от обычных клеток тем, что они анаэробные. То есть, они живут без кислорода. Они научились жить без кислорода. Это как если бы мы переехали под воду с вами и стали жить под водой без кислорода. Вот так живут раковые клетки. И раковые клетки, я об этом рассказывал на занятиях «Потрясающая правда о раке», это самые лучшие клетки человеческого организма. Это гвардия. Это элитные войска человеческого организма. Это дворяне. Аристократия человеческого организма – это раковые клетки. Поэтому человеческий организм, который создан Богом и никогда не ошибается, в первую очередь всегда снабжает питательными веществами именно раковые клетки. А потом уже здоровые, так называемые здоровые. Которые никогда не ошибаются. Потому что раковые клетки там, где наибольшая угроза для жизни человека. И если их уничтожить, смерть неизбежна. Потому что они закрывают самый опасный участок линии фронта. Иммунные системы человека. На самом пике, на самом острие, на самом опасном участке в нашем организме, где угроза жизни, там возникают раковые клетки. Потому что они лучшие клетки. Так вот, эти раковые клетки питаются только глюкозой. Кислород им для жизни не нужен, потому что они научились жить без кислорода. Под воду переехали. И когда человек ест сахар белый, он быстро превращается в глюкозу. Процесс, так называемый, гликоген. То он идет на питание, прежде всего, раковых клеток. Поэтому, если человек ест много сахара, вероятность заболеть у него, раком, у него гораздо больше, чем у тех, кто его не ест. А если они уже есть, то шансы на выздоровление гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите держать количество раковых клеток под контролем, нужно есть меньше сахара, белого сахара. Сахар делают из двух видов сырья. Сахарная свекла, которая появилась, если мне не изменяет память, в Германии в первой, третьей, девятнадцатого века, технология производства сахара из сахарной свеклы. До этого сахар делали всегда из сахарного тростника. Поэтому два основных источника. По-моему, девяносто или девяносто пять процентов всего сахара в мире делают из сахарного тростника, оставшиеся делают из сахарной свеклы. Но от этого суть не меняется. Белый сахар, что он из сахарного тростника, что из свеклы, он один и тот же. Но что интересно, что в свое время проводили исследования среди рабочих, которые, ну, из хозяйственных рабочих, которые работают на фермах, на плантациях, где выращивают сахарный тростник. Оказалась интересная вещь, что те рабочие, которые едят сахарный тростник, и сахар, который, ну, прямо там, выжимают, знаете, из сахарного тростника выжимают сок, там, вот они едят этот сахарный тростник, из которого делают сахар, да? У них случаев заболевания диабета нет. Вообще. То есть люди, которые питаются сахарным тростником, но, может, ничего кроме него не едят? Вообще. В жизни. Диабетом не болеют. Не переработанные. Не переработанные, да. Так, тростник, например, на штугалку число, да, вот, да, сироп, да, 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 это есть. Вот они его едят, и у них заболевания диабетом неизвестны вообще. Почему? Да. Сахарный свеклу ее же тоже перерабатывают, а что там химикаты какие-то, так это ползают? Какие химикаты? Сахарную свеклу можете есть, никаких проблем не будет. А вот если вы будете ехать сахар из сахарного тростника, точно так же, как сахар из сахарной свеклы, диабет вам гарантирован. А секрет в том, что там он присутствует в естественном виде, а когда вы покупаете сахар в магазине, это синтетический продукт, это переработанный продукт, это высокотехнологический продукт. Это еще кроме сахара полноцветный продукт. Ну да, да, да. Вытаскивают. Да. Это такой химический продукт на самом деле. Еще и отбеливают. Потом еще его отбеливают специально, потому что он на самом деле не белый, да, он такой серый. Его еще поливают какой-то гадостью, я сейчас не помню, как он называется, чтобы он был такой товарный вид имел, красивый, белый. Представляете, как интересно, да? То есть люди, которые питаются сахарным тростником, из которого делают сахар, не знают, что такое диабет. А люди, которые живут далеко от сахарного тростника и едят сахар, который из него делают, абсолютное большинство болеет диабетом. Я рассказывал, что в Соединенных Штатах проводили исследования, и они посчитали, что половина детей, рожденных после 2000 года, они уже болеют диабетом в той или иной степени, а те, которые нет, вот они где-то ожидают, что половина населения, когда они подрастут, 20-25 год, половина населения в Соединенных Штатах будет болеть биодиабетом. Но они говорят, что это не болезнь. Это нормальное состояние, да, это нормально. И полный проносите, два насулина, один нотров, другой болезнь. Да, это нормально, это образ жизни. То есть это не болезнь, это состояние души, да? А вот. Представляете, да? Но это еще не все. И не самое страшное. Самое страшное другое. Самое страшное, что сахар, а под сахаром я подразумеваю белый сахар, еще я подчеркиваю, является идеальной средой для любого рода инфекции. Это питательный раствор для инфекции. Инфекцию выращивают либо на бульоне, либо на сахарной воде. В лабораториях. Сахар – идеальная пища для инфекции. То есть если вы едите белый сахар или продукты его содержащие, у вас обязательно будет инфекция какая-то. То есть если основные потребители сладкого, самые несчастные люди, это кто же, женщины, да? Они же едят булки, конфеты там и так далее. Поэтому они больше всего и страдают от инфекции. Ой, скажу. Ой, как скажу. Да, они лучше водочку. Они начинают с тортиков, а переходят на водочку. Потому что водка – это концентрированный сладкий вкус. Да. Да, там разным. Сахар торт сжевать полчаса. А так глотнул и готов. И клевой пошел довольный. Это тоже на самом деле проявление сладкого вкуса. А наркотики – это более концентрированный сладкий вкус, чем алкоголь. Ну, об этом поговорим дальше. Так вот, инфекция размножается очень быстро в среде, содержащей сахар. А сахар, когда вы его едите, он делает реакцию крови кислой всегда. Кислая среда, она очень благоприятна для развития инфекции. И для разных заболеваний. Любых, в принципе, заболеваний. В основном любые заболевания в той или иной степени в большинстве случаев являются следствием или приводят к тому, что реакция крови становится кислой. Если человек ест сладкое, ест сахар, значит, у него будет кислая реакция крови. Значит, он будет болеть обязательно. Вопрос только чем и когда, но это уже вопрос астрологический. Еще одна очень неприятная вещь, это всевозможные грибки, грибы, так называемые, которые живут в человеке, о которых много говорят в последнее время. Вот они тоже очень любят размножаться в среде кислой и в среде, где много сахара. Еще один очень важный момент, связанный с употреблением сахара, это то, что сахар приводит к разрушению кровеносной системы человека. Сосуды становятся хрупкими, трескаются. А поскольку человек ест пищу, содержащую очень мало холестерина, то у него нет веществ для того, чтобы замазывать трещины, образующиеся в сосудах. Потому что холестерин – это вещество, которое вырабатывает человеческий организм для замазывания повреждений в межклеточных мембранах и в тканях. А диета такая, что холестерина у всех меньше. Поэтому смертность у людей, у которых понижен холестерин, она в 6-8 раз выше, чем у людей, у которых холестерин повышенный. Но одной из причин, которая создает охрупчивание сосудов, делает их хрупкими, это употребление сахара. Чем больше человек ест сладкого, тем более хрупкими у него будут сосуды. Тем выше вероятность инфарктов и инсультов. Потому что и то, и другое – это есть разрыв сосуда. При условии, когда не хватает холестерина для того, чтобы замазать эту трещину. Эта трещина превращается в разрыв. Очень просто. Лопаются сосуды, да. То есть, если есть склонность к инфарктам или к инсультам, если человек ест сахар, то они у него обязательно будут. Вопрос только времени. Опять, никого интересует, когда? Подойдите, я скажу. Еще одна вещь страшная. Сладкая делает кровь густой. Кровь становится более густой, нарушается циркуляция крови, скорость ее движения. Это означает, что страдает весь организм. Потому что организм получает все через кровь. Кровь – это носитель всего. Она становится более густой, движется медленно. Лимфа становится тоже более густой. Процесс удаления отходов, потому что лимфа выполняет функцию канализации в человеческом организме. А лимфа – это часть жидкости, которая течет по сосудам, которую мы называем кровь. Лимфатическая система – это канализационная система человеческого организма. Она становится более густой. Процесс очистки становится более медленным. Отходы вывозятся реже и в меньшем объеме. Человеческий организм начинает просто быстро разрушаться и, если так можно сказать, сгнивать изнутри. Вот такие вкратце основные моменты, связанные с сахаром. Субтитры создавал DimaTorzok